Так, что теперь нам хлопок сделать? Три. А теперь еще раз, только между устройствами. Итак, получили посылочку из Китая. Специальное сидение для треатуры. Очень классно упаковано. Видно, что нет пока повреждений никаких. Классно все пропечатано. Все линии ровные. Ты попробуй железку от себя отормать. Где-то откроет. Нет, все хорошо. Какие-то точки тайминга стоят. Физик даже здесь. Здесь фирменная штучка. Тритон. С одной стороны есть изображение. Но выглядит очень качественно. Почему на это сидение? Потому что обычное велосипедное сидение, оно не совсем подходит. В триатлоновской посадке другое расположение тела получается, что на нем не так удобно сидеть. Ты ниже находишься относительно руля. Организм приобретает горизонтальную форму. Две костяшки на попе, которые есть, они как раз вот здесь вот удобно должны располагаться. Ничего не должно натирать. Хорошо проветриваться. И оно вообще не должно давить. Наоборот, тебе удобно было ехать много часов. Задние крепления, вот эти специально для бутылочек. Патент pending. Патент ожидается. Handmade in Italy. Ручная работа из Италии, пожалуйста. Куплена в Китае. В общем, сначала делают итальянцы. Потом своими ручками отправляют это в Китай. И на заводе в Китае его упаковывают. Вот в эту фирменную упаковку. Китайскую. И отправляют как Handmade in Italy. Дело в том, что я даже не уверен, что это кожа. И скорее всего это не кожа вообще. Мне очень нравится. Я думал, на самом деле оно будет намного больше. Но оно относительно небольшое. Если сравнивать с обычным сидением и этим. Это разница большая. Я думаю, эффективность другая совсем. Посмотрим в использовании. Насколько она пригодится. Если не пригодится, придется выбросить. Разница между китайской и оригинальной 100 евро. Я обязательно его протестирую. И расскажу, насколько оно удобно или неудобно. Сколько оно отличается от того сидения. И действительно ли оно оправдывает задумку. И стоит ли оно своих денег. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Всем пока.